Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале! Сегодня у нас завтрак, время 10 часов. Я уже снимаю мукбанг, я очень голодная, мне просто сегодня дела. Надо на работу сгонять, хочу кое-что из канцелярии купить. В общем, поэтому встала пораньше. Хотя вчера легла в 4, прикиньте, я уже не сплю. У нас сегодня колбаска, душ пера. Многие, когда я показывала, что в моем холодильнике, спрашивали, что такое душ пера. Это просто мелкие пельмени, кушают их с бульоном и получается обалденно вкусно. Мультифрукт. Грейпфрут. Правда, грейпфрут какой-то не очень хороший. Но ничего, поедим его. Давайте добавим мой юнезик. Мой юнезик. Многие заметили, что я в последнее время начала мало краситься. На самом деле это так. У меня просто по минимуму всего на лице. Одну малюсенькую капельку просто тонального распределяю по всему лицу. Не знаю, у меня вот бывают периодами. Сейчас еще и ресницы, поэтому я не могу накраситься тенями. А после того, как я уже вылечила свою кожу, она идеальная. То, что я не наношу консилер, это потому, что у меня он забивается как-то в складки. Мне не нравится. Я никогда не использую консилер. Консилер сушит кожу вокруг глаз. Чисто мне. Макияж дело тонкое. Не все умеют. Я однажды была на макияже. Мне нужно было пойти на мероприятие. И как раз мне предложили по бартеру макияж. Обычно мне предлагают где-то далеко ехать. В центре города. Ну, чисто из-за того, что у меня очень забитый график. Мне не охота тратить время на дорогу. Поэтому я решила пойти в салон, который находится недалеко от моего дома. Вот, ребят. Вы смотрите рубрику трэш салоны. Я поняла, что, оказывается, такое может быть в обычной жизни. Получается, по пиару я иду на макияж. Прихожу в салон. Девушка-визажист безумно милая девушка. Красивая, тактичная. Все замечательно. Но. Самое главное но. Когда она открыла свой ящик с косметикой, я, мягко говоря, офигела. Вся косметика. Были китайские подделки. Это худо-бьюти палетка. Надпись которой написана с тремя ошибками. Какие-то ноу-нейм палетки. Единственное одно. Или два, что у нее было оригинальных. Это база под макияж от Golden Rose. Я сижу, где-то минут пять была просто в ступоре. Я не знала, что делать. Я как бы человек не очень прихотливая. В обычной жизни у меня в косметичке есть очень недорогие бренды, но у меня нет подделок. Я не люблю подделки, потому что они не проходят сертификацию качества. Это просто может быть причиной осложнения проблем с кожей. Я не говорю, что я такая, знаете, чекулям. Пользуюсь только Диором и Шанелем. И больше ничем не пользуюсь. Нет. Дело не в этом. Я максимально приземленный человек. Я могу использовать тон от NYX, от Maybelline. Самые бюджетные какие-то варианты. И спокойно с этим жить. Но это не китайские подделки. Это раз. И во-вторых, я иду за пиар. Правильно? Получается, я потом должна отметить ее в истории и порекомендовать своим подписчикам. А как я могу рекомендовать такое? Мне-то не сложно. Одна история отметила и все. Ну, как люди разочаруются во мне, когда они пойдут к этому визажисту, увидят эту косметику и подумают, блин, какой же мерзкий человек Айка. В общем, я такая сижу и думаю, что мне делать. Я была в очень странном положении. С одной стороны, мне хотелось просто встать и уйти. Но я же должна объяснить, почему я передумала краситься. А мне не хочется обидеть человека. Потому что, например, если бы я была бы на ее положении, в ее положении, мне бы было бы очень обидно. Ну, просто я считаю, что если ты решил стать визажистом, ну, купи себе хотя бы косметику от Essence. Хотя бы. Все равно потом этой косметикой можешь пользоваться ты. Для себя купи. В общем, я уже сижу на этом кресле. И мне уже наносят базу. Я увидела все эти палетки. Мягко говоря, офигела. Ну, конечно, с моим характером я и не смогла сразу сказать, что не надо меня красть этой косметикой. Ну, наверное, максимально не тактично было бы. Некрасиво так говорить. Но, с другой стороны, некрасиво красить такой косметикой. В общем, она мне сделала макияж. Я посмотрела на себя. Честно, мне не понравилось. Но она начала хвалить, что вот вам так идет, так классно и так далее. Она мне нанесла сначала гель для бровей, а потом начала наносить тени для бровей. Это то же самое, что сначала нанести лак, а потом уже делать укладку. то есть, ну, это просто элементарно. Когда она закончила, я как бы сразу ей сказала, что здесь криво, там криво и так далее, она увидела, что я как бы не особо осталась в восторге от ее макияжа. Но придя домой, я четко знала, что я ее отмечать не буду. Потому что изначально я как бы показала, что мне макияж не понравился. Я прихожу домой и она мне в WhatsApp пишет свой ник, что вот, пожалуйста, отметьте меня вот под этим ником. Я ей сразу пишу в очень мягкой форме. Я ей говорю, что я, например, такой косметикой в обычной домашней жизни не пользуюсь, а человек, который идет к визажисту, он ждет, что там будет люкс или хотя бы миддл маркет. Я не могу своим зрителям рекомендовать вас. Потому что, например, лично мне не понравился макияж. Я начала говорить, вот я только учусь и так далее. Тоже в очень культурной форме. Вообще девочка была максимально тактичная. То есть мне она понравилась. на самом деле, просто я не понимаю, какие курсы она закончила. Какие курсы по визажу? Кто ей мог сказать, что косметика в этом деле не главная? Люди столько денег тратят на эту косметику, покупают разные палетки. И она мне говорит, я только начала. Я не знаю, у меня пойдет дело или нет, поэтому я не хочу покупать дорогую косметику. Но, блин, на крайняк будешь сама краситься косметикой. И, дорогая, мне подразумевается, там супер какой-то люкс. Кстати, девочка была русская. Она здесь в Баку живет. Обычно русские очень сильны в бьюти-сфере. То есть, например, ты не будешь дальше заниматься этим, хотя бы у тебя будет пару палеток, которыми ты будешь краситься сама. Качественные палетки. Опять же, не буду говорить салон, не буду говорить имена. Просто вот такая вот ситуация у меня была. Я не виню именно эту девушку. Я больше виню того человека, кто учил ее краситься. Как можно человеку сказать, что тебе достаточно двух палеток, одного набора кистей, одну базу, один тональный. Всего у нее было по одной штуке. Если взять ее косметику и взять мою косметику, у меня взять, наверное, в четыре раза больше косметики, чем у нее. И причем в любое дело ты вкладываешься. Например, ты решил стать блогером, ты покупаешь себе камеру, ты, не знаю, вкладываешься в контент, хотя ты не знаешь, пойдет или нет. Столько людей вкладываются в разные дела, у них не идет. даже элементарно. Она говорит, я не хочу покупать, потому что я не знаю, у меня пойдет или нет. Мы заканчиваем универ, тратим до хрена своего времени, денег, сил. И мы даже не знаем на 100%, что мы найдем работу или нет по сфере. Нам понравится работать в этой сфере или же нет. Мы просто заканчиваем универ, а потом уже дальше смотрим. В общем, я максимально тактично, максимально культурно постаралась ей объяснить. Потом в конце нашего разговора она говорит, да, мне надо набить руку, действительно. Можете выставить, что я ищу моделей на макияж. Я такая думаю, вот человек, который придет как модель, а может у него какая-то проблемная кожа, а может ему нельзя пользоваться подобной косметикой, а вдруг у него там будет покраснение, сыпь и так далее. То есть я не могу вам рекомендовать то, куда бы я не пошла, например, поэтому у меня в инстаграме очень мало рекламы, я просто беру выборочно. Редко что беру, если честно. Девчонки по наращиванию ресниц очень много, студия мне всегда пишет. во-первых, находится далеко, во-вторых, ты не знаешь, как тебе сделают. Мне кажется, ресницы как раз-таки это та сфера, куда надо обязательно идти по рекомендации, вот обязательно. Однажды мне нарастили ресницы. Это был ужас какой-то. Я сидела, точнее, лежала, как на каторге, у меня 4-5 дней, глаза были красные, они чесались, с ними было неудобно. Это просто ювелирная работа. Не дай бог, грамм клея попадет тебе в глаз. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки.